Доброе утро! Всю кипит работа. Устанавливают ледовые скульптуры Деда Мороза и Снегурочки и будут они высотой более 6 метров. Этой зимой в ледовых композициях решили воплотить разнообразный мир флоры и фауны Сибири. Поэтому горки украсят природные пейзажи, образы жителей подводного мира, а также обитателей сибирской тайги, медведи, снежные барсы и олени. И куда же без главного символа года – скульптуры ледяной козы. Ее установят там же на театральной площади. Самое новогоднее украшение города, конечно же, елка. В Черногорском парке уже завершился монтаж хвойного дерева и мастера начали оформление. Ее высота больше обычной – 25 метров вместо привычных 18. Заодно монтируют иллюминацию. В этом году главную городскую елку будут освещать 8 тысяч лампочек. Напомним, что снега в этом году жители Абакана ждали долго. Несмотря на его отсутствие, во всем городе появились катки. На стадионе Саяны в школе Олимпийского резерва возле спорткомплекса «Абакан». Хороший лед, много отдыхающих, динамичная музыка, теплые раздевалки – есть все удобства для хорошего отдыха. И совсем скоро жители города могут покататься на ипподроме не только на лошадях, но и на коньках. Каждый праздник, новогодний праздник, он будет обязательно особенным. В этом году, конечно же, будет Дед Мороз и Снегурочка. Конечно, будут поздравления от сказочных персонажей. Будут соперничать два символа года, потому что в разных интерпретациях символом является овца или коза. Поэтому вот они между собой поборются. Как это будет происходить, все это будет на празднике на Первомайской площади 26 декабря. Новый год не мыслим без елки. У кого-то этот вопрос уже решен, а кто-то задумывается, какую же елочку на праздник лучше купить – живую запахом ароматной хвоей или все же остановить свой выбор в пользу искусственной. Сегодня мы расскажем вам, как правильно выбрать живую красавицу. Вот-вот начнется торговля елками, и у каждого свои предпочтения. Кому-то нужна высокая, кому-то пышная, а кому-то пихта, кому-то ель. Для начала определитесь с выбором мест установки. Если ваша лесная гостья поселится у вас в углу квартиры, то для этого можно выбирать не особо пушистую елку. Если же вы захотите поставить деревце в центр комнаты, то выбирать нужно красивую со всех сторон. А лучше не затягивать с покупкой елки, так как в канун праздника остаются куцы и однобокие. Конечно, аромат живой хвои уже сам по себе создает новогоднее настроение. А с хорошей елочкой Новый год станет для вас незабываемым красивым праздником. Всего вам самого наилучшего! Смотрите нас каждое утро на канале «Россия-1» и встречайте Новый год вместе с Вести!